Есть вопрос, но это вы, наверное, попутали, уважаемая Хелена, поскольку София не делает предназначение по дате, это делаю я, я вам могу сказать, вот что по этому поводу, это ваш сын, да, судя по всему, Дмитрий, а сын, да, написано Дмитрий, 25-го, 08-го. Ну, вы несколько опоздали, уважаемая Хелена, поскольку 2004, сколько, 16 лет, то есть это надо было заботиться уже с 5 лет, как минимум, и его готовить, но тем не менее, вопрос, есть вопрос, на него можно ответить таким образом. Ну, очень необычная комбинация, под которым родился ваш сын, Дмитрий, это сочетание Луны, Нептуна, Солнца и Урана, и это знак Льва, переходящий уже в следующий знак, зодиаком, но дело в том, что Лев, это означает чистолюбие, это доминирование, скажем так, над окружающими, полное понимание своей, так сказать, возможной исключительности, да, как мы это понимаем, но его предназначения, можно сказать, лежат в области изящных каких-то искусств, если можно так выразиться, то есть это, ну, живопись, музыка, то есть он должен уже сейчас этим как бы питать, к этому пристрастия, это поэзия, драматургия, опера какие-то, и в том числе, кстати, оккультные науки, тоже есть такая, скажем, такая притягательность его в плане характера. Сдержанность достаточно благородства, какое-то есть духовное устремление, поскольку 25-го, 2 плюс 5 – это 7, 7 – это именно люди, которые родились 7-го, 16-го, 25-го числа, они в большей степени склонны вот таким, скажем, ну, возможно, оккультным наукам и читать, так сказать, возможно, мысли, то есть интуиция, иными словами, тем более, что двойка тут стоит, двойка – это луна, а это, значит, уже, так сказать, разум не исключается. Выраженная симпатия, антипатия по отношению к окружающим, поэтому очень много неординарных событий, захватывающих каких-то событий, приключения, романтические увлечения, но в то же время серьезные психологические конфликты где-то там с окружающими, поскольку, если он не сможет контролировать свою эмоциональную способность и желание доминировать, то есть не показывать свою исключительность, ну, тогда будет хорошо, если он будет вот это все, так сказать, демонстрировать, я крутой, я лучший, я знаю и так далее, то, понятно, это не то, что, в общем-то, надо ожидать от человека, который общается с такой же душой. Ну, надеюсь, вы понимаете, да? Что еще? Ну, желательно, он не компанейский, по сути своей, и, вообще-то говоря, у него есть свои устремления, и вы, мама, часто его не понимаете. У него нет большого круга людей, общения, но если он есть, то есть на публику – да, но внутри самого себя вы его не поймете. Скорее всего, он сам по себе, у него есть свое понимание, свои устремления, и эти люди, которых он себе выбирает в качестве друзей – это очень небольшой круг, но только ему одному предназначенным. Ну, это еще раз, это, так сказать, то, что вы задаете вопрос, ну, еще раз повторюсь, изящные какие-то вот такие искусства, то есть писать какие-то там, не знаю, вдохновения у него присутствуют, интуиция у него присутствует, он может заниматься на поприще драматургии, сочетая еще раз мистические, оккультные какие-то науки. Интересный, интересный человек, интересный парень, так что вот это вам, так сказать, наставление такое. Дорогие друзья, ну, у нас сегодня молитва-медитация, как вы понимаете, поэтому вы простите, но я не могу сейчас в этой программе, тем более, друзья, у нас будет еще одна программа с Петром Павловичем Савченко, и там будет общение уже на другом уровне, кто желает, мол, Сепостов, программа открытая. Он очень необычный человек, у него свое понимание этого вопроса, в большей части философское.